Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор инковод компании Тикнилоса, меня Артур Идиотубин. Добыча нефти в США в 2020-2021 году, скорее всего, снизится, но не в результате координированных действий, а за счет вытеснения части дорогого предложения, дорогих баррелей, вследствие низких цен. Текущая конъюнктура не позволяет поддерживать или увеличивать объемы добычи в США, и недавняя динамика по буровой активности в США, в том числе данные по буровым вышкам от Baker Hughes, подтверждают эту тенденцию. О неминуемой балансировке, естественно, заявил и энергетический департамент США, это агентство государственное, которое публикует различные прогнозы и данные по нефтяному сектору США и миру. Итак, в своем краткосрочном, своем обновленном краткосрочном прогнозе, который вышел 7 апреля, агентство полагает, что добыча в США снизится на 470 тысяч баррелей в 2020 году, хотя в очереди месячной давности прогнозировался рост дополнительно на 770 тысяч баррелей в день. В 2021 году по оценкам агентства добыча может упасть еще на 730 тысяч баррелей в день, против 340 тысяч баррелей в день, это данные предыдущего прогноза. То есть за 2020 и 2021 год мы имеем снижение добычи в США по прогнозам агентства примерно по 700 тысяч баррелей в день. Рынок, естественно, расстроен отчетом, во-первых, потому что этот отчет появился как раз за два дня до заседания ОПЕК-плюс, на котором нефтяные державы будут решать, стоит ли сокращать добычу или нет, и каких членов данный пакт будет включать. Также этот прогноз неявно предполагает, неизвестно обоснованно или нет, что США, несмотря на то, что он является крупнейшим производителем нефти в мире, до недавнего момента являлся, сократит добычу всего, получается, на 470 тысяч баррелей в день в 2020 году. При этом от ОПЕК и России требуют в совокупности сократить 10 миллионов баррелей, и причем сделать это немедленно, чтобы как-то противодействовать спаду резкому снижению потребления нефти, топлива в мире. И, естественно, это негативные новости для рынка, потому что была вероятность, был также такой сценарий, который был заложен в цены, это был не основной сценарий, но допускалась такая вероятность, что США присоединится к сделке по сокращению добычи, но из этого графика, где мы как раз-таки видим прогноз на плавное снижение предложения, стабилизация его примерно на 10,5 миллионов баррелей в день, из этого графика можно сделать вывод, что США не присоединится, агентство прогнозирует, что США не присоединится к сделке и сокращению, снижению добычи. В США будет происходить, естественно, потому что с рынка будут уходить самые неэффективные, самые дорогие баррели, будут поглощаться компании, которые не справляются с низкими ценами. И, как я уже сказал, это не только негативная новость, потому что резко не получится сократить добычу в значительном объеме из-за неприседения США, но и также подвергает сомнениям устойчивость сделки ОПЕ как раз-таки из-за того, что Россия уже высказывала опасения, высказывала недовольство, что сокращая добычу, американские сфалансовые сельки, американские инвестиционные компании не просто занимают эту долю рынка. Сейчас у них, конечно, не получится это сделать, потому что сторона спроса сильно подбила участников нефтяного рынка, сторона предложения она подбила, и поэтому американским компаниям также необходимо бороться с низкими ценами вследствие снижения спроса на лет. Что касается цен, то агентство прогнозирует, что цены у нас останутся на уровне до 40 долларов за бар. Мы говорим о сорте, американском сорте WTI, и как видно, цены вырастут, цена перевалит за отметку 40 баррелей только в 2021 году, а вот за, получается, за апрель, май и июнь цены у нас будут находиться на вот таком вот низком уровне, что также вызывает сомнения в том, будет ли заключена сделка ОПЕК+. Потому что агентство выпустило этот прогноз 7 апреля, и очень странно, что при условии ожидания рынком положительного эффекта в ценах от сделки ОПЕК+, от сокращения предложения, это агентство решило не включать данный фактор, данный сценарий в прогноз, и продолжает прогнозировать цены на уровне в 20, получается, долларов за баррель, за баррель AWTI, что как раз таки соответствовало состоянию рынка, когда Саудовская Аравия и Россия еще даже не начинали переговоров, и еще даже не запускали, не давали почву для слуха по тому, что они могут сократить добычу, и вот это немного настораживает. И как раз таки сообщение агентства ТАСС, оно приходится как нельзя кстати, вот чтобы попытаться описать эти низкие цены, несмотря на грядущее заседание ОПЕК, несмотря на то, что есть вероятность, есть такой сценарий, сейчас он является основным, что все-таки страны смогут сократить добычу. Так вот, это детально таково, что по итогам заседания ОПЕК+, страны могут договориться начать сокращать добычу лишь в начале мая, получается, что вероятно настроит рынок, и причем длительность этой сделки по сокращению добычи, она будет, ее длительность будет составлять всего лишь 3 месяца. То есть, возможно, страны, члены ОПЕК, Россия, они подберут именно сокращение добычи таким образом, чтобы попасть, чтобы это совпадало с периодом наиболее сильного удара по нефтяному рынку из-за спада, из-за снижения глобального спроса на энергоносители. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в пятницу.